Всем привет, друзья, знакомые и подписчики. Я вас рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет не совсем обычное видео, не совсем стандартное. Я собираюсь прочитать отрывки из 13-го письма о воспитанности, написанное Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Очень мне нравятся его письма добрым и прекрасным. Мне к ним нечего добавить, им такие замечательные мысли. Действительно, нечего добавить. Им советую прочитать, вы получите несказанное удовольствие. В общем, поехали. Действительно, получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. Я не берусь давать рецепты воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотела поделиться с читателями. Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье. В отношениях со своими родными. Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину, даже в автобусе, и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталость жене вымыть посуду, он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, с домашними раздражается по каждому поводу, он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, он невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он, как должное, принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, он невоспитанный человек. Если он громко заводит радио, телевизор, или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает, пусть это будут даже его маленькие дети, он невоспитанный человек, никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит трунить, шутить над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уж он, извините меня, просто глуп. Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет читаться с другими. Это тот, кому собственная вежливость не только привычно и легка, но и приятно. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшими, и с младшими годами и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя громко, экономит время других. Тонкость – вежливость королей, говорит поговорка. Строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не задирает нос, и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине, в автобусе. В основе всех хороших манер лежит забота. Забота о том, чтобы человек не мешал человеку. Чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши. Вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать. Не надо звонко класть вилку на тарелку, шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набедом ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол, опять-таки, чтобы не мешать соседу. Быть обрядным одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – гостям, хозяевам или просто к прохожим. На вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей своими. Соседей беспрерывными шутками, остротами, анекдотами. Особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Это вы ставите слушателю в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволять другим что-то рассказать. Манера, одежда, походка – все поведение должно быть сдержанным и красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она социальна, и в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать себе нужно не только манеры, а сколько то, что выражается в манерах. Бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь и так далее. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам, или лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желания и умения их применять. Применить. Ну вот, собственно, вот оно. Вот отрывки из этого письма. Читайте, получайте удовольствие, становитесь мудрее, делайте этот мир прекраснее. И оставайтесь со мной. До скорых новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...